Всем привет, мои дорогие! Опять набрала я помидор. Зреют и зреют. Но еще вот, наверное, тазик у меня наберется. Таких вот некрупных. И все. Остальные остались крупные. Ну и там зеленые еще есть. Помидоры самые разные. И красные, и желтые, и зеленые. Это тоже спелые. Вот. Я уже вялила помидоры, но решила еще завялить и за одним, как всегда, когда что-то делаю, с вами разговариваю. Так, у меня, значит, на решетку я вот так вот пергамент. Видите, он уже использованный у меня, потому что я уже вялила, но вам не показала. Ну так вот сейчас на парочке покажу вам этих поддонов. А потом уже вы сами все сообразите. Вот. Помидорку разрезаю пополам. Ничего не убираю. Эти самые серединки. Где-то убираю, где-то не убираю. Вот где как. Я не вычищаю серединку. Вот эти вот семечки я не убираю. Иначе вкус томатов потом пропадает. И вот на один поддончик стараюсь выкладывать томаты одинакового, приблизительно, хотя бы размера. Ну вот так вот. Так вот и буду выкладывать. И желтые, и красные, и зеленые. В общем, все. У желтеньких вообще вот не убираю серединку. Там нечего убирать-то. Вот. И вот так вот раскладываю. Ну, пока раскладываю, с вами поговорю. Сегодня, знаете, все. Как-то у меня руки не доходят. Рассказать вам, как мы живем с семьей финансово. Да? Вот. Как вообще я блогерством занялась. Как это все у меня началось. Значит, в семье сейчас вы меня знаете, что дети уже взрослые, да? И у меня муж и я сейчас на данный момент. И финансы у нас от мужа и от меня. Муж у меня работает на обычной работе. Вот. А я, ну, кто меня давно смотрит, уже знает, что я работала и занималась блогерством. Начала свой блог, когда я работала. Вот. А потом со временем я уже стала заниматься только блогерством и ведением своего хозяйства. Вот я веду хозяйство, снимаю вам кулинарные какие-то рецепты, снимаю вам сейчас, стала вот вести контент, снимать вам свою жизнь. Немножко, но показываю, да? Вот. В общем, ну и расскажу вам, да? Когда начала зарабатывать уже я, как блогер, вот, я тогда ушла с работы. Когда уже финансово я встала, как говорится, на ноги. Вот. Ну, я когда начала, мне никто вот так вот сказать вам честно не помогал. Никто не подскажет, никто не скажет, как лучше, как надо сделать, с кем надо сотрудничать. Потому что ведь сами знаете, что блогеры, основной заработок блогеров, это реклама. С рекламы мы получаем заработную плату, да? Вот. И эту вот платформу... Я сама в свое время нашла. А вам хочу вот рассказать и поделиться небольшими какими-то секретами, как вам, если вы уже блогер, как вам улучшить свое финансовое положение, как быстрее монетизировать свой канал, как начать работать с топовыми брендами, вот, получать рекламу. А те, кто еще не занимается блогерством, подумайте, может, это ваше, это может быть ваш приработок к пенсии, к основной зарплате. В общем, ну, вот, как бы, подумайте об этом. Так, все очень просто. Нужно набрать всего полторы тысячи подписчиков. Это не так много. Это, кажется, полторы тысячи подписчиков. Я вас уверяю, что это не так и много. Это очень быстро наберется полторы тысячи подписчиков. Все это бесплатно. Не надо никаких-то там вложений туда, каких-то финансовых, вкладывать туда что-то финансовое. Ничего не нужно. Все это бесплатно. Когда вы наберете полторы тысячи подписчиков, вам нужно скачать приложение, перейдя по ссылке. Ссылочку я вам оставлю внизу. Далее туда вводите ключ при регистрации. Ключ я вам тоже оставлю внизу под видео, под словом «Еще». Там все очень просто и очень легко. Скачали приложение, зарегистрировались, ввели ключ и все. И дальше уже работайте и зарабатывайте деньги. Можете получать рекламу по бартеру, можете наличкой. Это уже будете договариваться вы с рекламодателями и так, как вам хочется. И маркировку рекламы, и отчетность, ну и сотрудничество с топовыми менеджерами какими-то. В общем, ну все за вас сделает. Поэтому ничего и прилагать никаких усилий не нужно. Я вам напишу ключ, я вам оставлю ссылочку, переходите, регистрируйтесь, заполняйте, открывайте там свой кошелек и все. И зарабатывайте уже денежки. Если вы в течение двух недель, 14 дней зарегистрировались и вы за этот период выложили пост, то вы еще даже получите бонус 250 рублей. Вот, поэтому спешите. Все я вам оставляю. Заходите. Как видите, мы с мужем живем нормально. Финансово я зарабатываю не меньше его. Вот, если смогла я, почему не сможете вы? Сейчас жизнь такая, знаете, тяжелая. Поэтому нужно уметь крутиться, вертеться. Вот, я сама тогда до этого дошла, а вам я просто предлагаю. Попробуйте, перейдите по ссылке, зарегистрируйтесь, вводите ключ, который там же я вам оставила, и вы уже сможете зарабатывать на рекламе и свою копеечку, свою лепту вносить в семейный бюджет. Я в свое время говорю, я сама это все искала. Вот. А вам, кому надо, я вот, пожалуйста, советую вам, обращайтесь на эту платформу. Платформа проверена уже, я уже несколько лет с ней работаю, и никаких проблем нет. Сегодня какой-то ветер уже, погода поменялась у нас, поднялся на улице. Я хотела дела кое-какие на улице поделать, но уже не пошла. Думаю, ну, пойду, посмотрю, что там у меня с помидорами делается. Вернее, хотела даже к перцам, а смотрю, уже опять помидорки подозрели. Поэтому уже займусь, думаю, помидорами, и покажу вам, как я вялю. Вот, видите? Ой, красота, правда? Посмотрите. Ой, вообще. Вот, люблю всякие разноцветные томатики. Вот это вот все. Красота. Вот, занимаюсь домом, занимаюсь хозяйством, и в то же время, вот, видите, и зарабатываю. Я не сижу на шее у мужа. Вот. Поэтому, вот как-то так. Так, сейчас еще этот самый поддончик один я вам положу, а потом уже вам расскажу, что делаю дальше, и буду резать, сидеть, сколько получится поддонов. Не знаю, у меня еще там томаты есть. Не обязательно сливки брать. Можно и круглые брать томатики. Вот, если, допустим, у вас томаты, ну, вот этот некрупный томат, покрупнее, можете разрезать на 4 части. Вот так вот. И, пожалуйста. Ну, я и эти вот так вот положу, а они высохнут. Нормально, все хорошо будет. Чередую беру разные, чтобы потом, когда в баночку будем укладывать, чтобы нам уже не копошиться, они разные будут. Не выисхывать там, тут, вся везде. Конечно, и блогерство, и все требует усилий и труда. Без труда, как говорится, не выловишь и рыбку из пруда. Ну, что делать? Нужно работать. Нужно стараться. Да, помидорок нынче очень много. Вот у кого такое здоровье ведь еще? Кто-то может работать, кто-то не может работать. Многие ведь пенсионеры. Вы посмотрите, сколько блогеров, пенсионеров есть. И успешно ведут свои блоги. Главное найти тему. Главное найти тему. Интересную. Ту, в которой вы разбираетесь. И все. И без проблем. Для меня, вот, например, вот этот контент тоже новый. Я тоже учусь. Я тоже стараюсь. Сейчас, потому что у меня были кулинарные все эти самые блоги. А сейчас, вот, видите, ну, раз так получилось, что время заставляет поменять себя, нужно менять, значит. Нужно меняться. Нужно стараться. Меня семья поддерживает в блогерстве. Всегда мне во всем помогают. Вот, и дети, и муж. Вот, поэтому это интересно для меня. Я думаю, что интересно и для вас, зрителей, да, то, как я веду. Иначе бы у меня не было подписчиков, не было бы просмотров. Вот так вот. Вялю я немножко по-другому. И покажу вам два способа, как сохранить вяленые потом помидоры. Потому что я не заливаю их кипящим маслом, я заливаю холодным маслом. Вот. И что я потом делаю? Ну, когда завярятся, вот, в следующем уже, конечно, видео, я вам покажу, потому что сразу сейчас смонтирую видео, а потом уже в следующем видео покажу вам, пока не высохнут. Уйдет время. кому-то, я думаю, еще помидоры остались, правда, не я же одна такая, что помидоры вот. Есть, конечно, и у вас еще. Так, сейчас я вам покажу, что я делаю дальше. Так, дальше я беру соль и вот так вот солью прохожусь по помидоркам. Вот так. Как присаливайте вы обычно, знаете, вот так вот чуть-чуть. Главное, чтобы на каждую попало. Без фанатизма. Просто присаливайте. Они у вас потом пресные не были. И потом соль вытягивает влагу. Вот. Так. Теперь сахар точно так же. Я с сахарочком прохожусь, как и с солью. Вот так вот. Много не надо. Вот присолили как бы. Здесь у меня базилик свой сушеный и чесночные стрелки. Если у вас нет черточных стрелок, можете взять просто сушеный чеснок. Сушеный чеснок, базилик сухой. Любые приправы вообще, какие вы любите. Ну вот мне больше нравится сушеный чеснок и базилик. И тоже точно так же вот так вот присаливаю. Ну как присаливаю, припорашиваю вот так вот каждую помидорку. Вот так. Просто ничего сложного нет. Вообще ничего сложного нет. Вот я сейчас раз и делаю. Видите? Не убираю серединку. Я пробовала и убирала серединку вот эту вот. Невкусные получаются помидоры. Невкусные. Мне не нравится. Весь запах помидорный. Весь он куда-то уходит. Остается, нету вкуса помидорного вообще никакого. Остается вот это вот только шкурка и все. Ну что это? Это как, знаете, пасту томатную делают. Точно так же. Убирают там по половникам томатный вот этот вот. Сок вот этот томатный. Убирают, оставляют одну гущу. Понимаете? А что там в гуще? Если вы пропустили томаты через соковыжималку, там ничего у вас не осталось. Там осталась у вас одна шкурка. Весь вы сок, все вы убрали. Никакого вкуса нет. Все. Вот так вот. И в таком виде я уже поставлю сейчас в дегидратор. Ставлю в дегидратор, значит, я при температуре 55 градусов ставлю на 6 часов. А потом уже смотрю. Они должны быть не сухие, они должны быть вяленые, подвяленые, но не влажные. То есть сок из них не должен вот этот вот бежать. Он уже должен испариться. Я вам потом покажу, как они должны выглядеть. Вот. А сейчас просто вот порежу еще помидорки, забью дегидратор, тогда уже только его включу. Это я вам просто показала. Все. Хорошего вам дня, хорошего настроения, всего самого доброго. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok